Второй поединок предстоящего уикенда состоится в Магдебурге на ГТЭК-арена на карте у промоутера Ульфа Стэнфорда и его компании Сетспорт Эвенс. И здесь позицию обязательного претендента по версии WBA в полутяжелом весе. Будут оспаривать обладатель титула чемпиона мира по версии IBO Доминик Бюзель и Джорни Мэн, достаточно жесткий кусок черного хлеба Робин Красничин. Ну, об этом поединке, в принципе, можно сказать только одного. Этот поединок не для чего и в никуда. Да. Во-первых, сам бой не обещает быть ни зрелищным, ни интригующим. И вы рискуете, в общем, глядя на этот поединок, сломать челюсть от зевоты, либо заснуть в своем кресле и проснуться рано утром, не понимая, что происходит в этом мире. Почему? Доминик Бюзель не обладает высоким мастерством. Он не файтер. Он средний боец, воспитанник немецкой школы, где скрывайся за двойным блоком, стреляй джебом, не получается атаковать клинчуй и прочая хрень, которая, в общем, собственно говоря, является главными показателями немецкой школы профессионального бокса. Красники более, скажем так, жесток. Он достаточно опытен и заточен на хорошую отдачу. То есть, как атакующий, он не слишком быстрый, не слишком быстрые у него удары, поэтому он хорошо работает с оттяжки, либо навстречу. А поскольку, в общем, Бюзель наражен лезть не будет, то и ответные действия красники как-то, в общем, не будут достаточно плотными. И темпоритом боя борьба двух официантов, который будет ждать от соперника начала действий, ну, как-то не возвысится. Поэтому поединок будет довольно-таки скучным. У Бюзель есть все шансы победить в этом бою, лишь только потому, что его промоутер Ульф Стэнфорд является организатором этого поединка. Ну, в Германии, ну, так. Если твой промоутер организовывает поединок, тебе самое главное дойти до 12-го раунда и победу у тебя в кармане. Сможет ли Красники огорчить Бюзеля и Стэнфорда и нокаутировать своего соперника? Я сомневаюсь. Бюзель, если надо, будет педалить, если надо, будет держать. Ну, в общем, наносить один-два удачных удара за раунд, а потом все время провести в клинче. Вот. Так что, если Робин Красники хочет победить, ему нужно будет очень и очень постараться. Напомню, что мы ставим на победу Доминика Бюзеля в 12 раундах, то есть после прохождения полной дистанции. Если вы ставите на победу Робина Красники, то ставьте, в общем, победу нокаутом. Для меня этот поединок абсолютно не важен, кто бы не победил в этом бою. Его противостояние с Дмитрием Биволом лишено смысла, поскольку Дмитрию слишком силен как для Бюзеля, так и для Красники. Вот, собственно говоря, и все. Далее подписывайтесь на наш канал The Ring Show, оставляйте свои комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, делитесь нашими видео, с вас комментарии, лайки, учите на соцсетях, заходите на наш информационно-аналитический ресурс TheRingShow.com и пишите по адресу нашей электронной почты. И да пребудет с вами бокс!